Друзья, всем привет! Я Ольга Прокудина, дачница. Сегодня приехала на дачу в основном высаживать петуни в горшки. Петуни у меня немало, поэтому времени займет это довольно много. Но для начала я приехала, уже здесь нахожусь полтора часа или два даже, я повешала вот свои шторочки на веранду. Очень их люблю. Покупала этот тюль в Икеа, когда она еще у нас здесь была. И вот каждый год вешаю для уюта. Конечно, нужно подправить балки, подкрасить пропиткой такой коричневой, но решила не ждать, чтобы было уже уютно сидеть, можно было наслаждаться красотой вокруг. Не откладываем на потом. Когда дело дойдет до балок, в сторону уберу шторки и покрашу. Все будет нормально. Ну а теперь пошла сажать петунию. Друзья, неожиданно для себя я почти закончила высадку горшечных культур. Еще дома немножечко есть растения, но это можно сказать ни о чем. В этом году у меня получилось 55 горшков. В основном это петунии, одна бегония. Здесь у меня резида еще. Выращиваю ее впервые. Посмотрю, как она мне понравится, как будет свисти. Ну, в общем, вот так успела. Несмотря на проливные дожди, дожди мне сегодня не дают работать. Ну, зато я могу периодически отдыхать, попить чаек, перекусить. Но, тем не менее, даже под мелким дождем приходилось работать. Очень хочу сегодня все закончить. Ну и пользуюсь тем, что погода дождливая, газон влажный, и я решила его быстренько удобрить. Использую я уже, как в своих роликах показывала, мне нравится фертика газонная. Очень хорошее удобрение. Так, азот здесь 11, фосфор 12, калий 26. Очень нравится эффект. Цвет становится такой изумрудный. Ну, вот, возможно, видно сейчас на фоне, что местами темнее газон, местами светлее. Вот где темнее, это значит, там растворилось удобрение. Разбросано оно у меня было, по-моему, по сухому газону, поэтому так неравномерно. Еще у биомастера есть хорошее удобрение для газона. Оно не гранулированное, а как такое, как влажный сахар, вот такой, по консистенции. Тоже хороший эффект. Так, вот они мои все горшочки. Один вот сюда повешала, вместо каковиты. Такая корзинка кокосового вкладыша у меня нет, так что поставила туда горшок. Ну, вот сейчас надо будет удобрение все отсюда унести. Работало все у меня здесь пока. Сейчас у нас период активного цветения клубники, и уже даже первые ягодки есть. И нужно обязательно подкормить борной кислотой, чтобы плодоношение было лучше и заложилось еще на следующий год. Вот такая борная кислота, неважно какой производитель, 10 грамм на 10 литров воды. Строго соблюдаем пропорции, не переусердствуем, может быть опасно для здоровья. Так, растворила я ее в горячей воде отдельно, в небольшой емкости. И теперь добавлю в 10 литровую лейку. Перемешаю. И хорошо бы вообще сделать обработку по листу, опрыскать, чтобы была листовая подкормка, так будет более эффективно. Но у нас дожди, моментально дождь сейчас пойдет, минут через 15 и все смоет. Можно, конечно, использовать прилипатель какой-нибудь, но тем не менее я лучше вот так вот сделаю. Таким образом, обязательно с рассекателем поливаем, таким образом попадет и на листочки, и на, и в грунт. И так будет эффективненько на цветочки. Моя тетя еще бурной кислотой опрыскивает цветочки у томатов, и у нее всегда прекрасное плодоношение. Ну и вот эту молоденькую, в прошлом году мамочка ее рассадила. Смотрите, какая хорошенькая. Я ее подкармливала фертикой. Вот, какую хорошую зеленую массу она растила. И ягоды тоже, думаю, будут крупные. И вот эту молоденькую тоже можно по листу пройтись. Так, у меня тут, правда, заросшая. Все, я цветы высадила, теперь могу посвятить время борьбе с травой. Теперь буду чистить огород и сидеть, любоваться цветами. Это ли не счастье, друзья? Все, успела сегодня сделать и такую подкормочку. Теперь можно уже собираться домой, поздновато уже. Ну что, друзья, свой рабочий дачный день на сегодня я заканчиваю. Спасибо, что были со мной, досмотрели до конца. Если поставите лайк, я вам буду очень благодарна. До следующей встречи. Ваша Оля. Всех очень люблю. Спасибо.